Готовность к труду и обороне сегодня показали чебоксарские школьники и студенты. Свою физическую форму они продемонстрировали на стадионе «Спартак», где сдавали нормы ГТО. Сергей Шурин – один из тех, кто показал сегодня высокие результаты на всех беговых дистанциях. Но особенно семиклассник отличился в забеге на 2 километра. Он честно признался – к сдаче норм готовился основательно. Я все лето готовился, бегал, бегал с грузом, отжимался, потягивался. Занимаюсь спортом ради хорошей фигуры, чтобы держать фигуру, чтобы были кубики, пресса и мышцы. Я очень доволен, ведь занимаюсь спортом и так хорошо побегал 2 километра. Конечно, очень выдохся, ветер холодный, тяжело бегать. Хочу получить значок хотя бы серебряный. На беговые дорожки стадиона «Спартак» вышли не только школьники, но и студенты. Леда Быркина мечтает о значке ГТО, ведь это поможет ей в будущем устроиться на работу правоохранительные органы. Я уже сдала метание, конечно, только на бронзу сдала. Сдала 60 метров на серебро. А вот бег 2 километра на золото. Не ожидала, что я сдам на золото. Не думала, что я так быстро смогу пробежать. Потому что я на время не бегала раньше. Нужно сдать гибкость, прыжки в длину, пресс, отжимания. В свои силы попробовала и хоккейная команда ЧГУ. Молодые люди с легкостью преодолели все дистанции и ушли готовиться к новым испытаниям. Любой желающий может прийти. Вначале необходимо зарегистрироваться, подать нам заявку. И дальше мы уже на месте можем подсказать, какие нормативы, что необходимо сдать и на какой знак. Бывает, что с первого раза не может сдать какой-то норматив. Через 2-3 недели человек может прийти и пересдать. Приказ о присвоении золотых значков ГТО подписывает лично министр спорта России. А вручают их всегда в торжественной обстановке. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.